Гвоздика или синдром Клоус – редкое, практически неизученное генетическое заболевание. В мире насчитывается всего 110 детей с таким диагнозом. Трое из них в Украине. Стёпа Тишков живёт в Харькове. У мальчика аномально быстро растёт правая нога. Помимо этого, у него ещё 18 сопутствующих диагнозов. Расскажи, какую ножку тебе лечили? Большую. А это какая у нас ножка? Правая. Правая, да. А что у нас там с ножкой? Что нам делали? Ну, лечили. Лечили, да. Коленку лечили или тут? Ну, нет, тут и ножка. Откуда берётся, до сих пор никто точно сказать не может. Это вот единственное, что точно нужно сказать, это генетическое нарушение где-то на 4-8 стадии развития беременности, да, протекания. Почему, из-за чего, то есть никаких вот таких основных предпосылок нет. В Украине синдром Клоус не диагностируют и не лечат. Взялись лечить Стёпу в Санкт-Петербурге. Но когда мальчику исполнилось полтора года, врачи вынесли приговор. Ногу нужно ампутировать, другого выхода нет. Мама с диагнозом не смирилась. Так семья оказалась в Германии. И уже в октябре прошлого года Стёпе сделали сложную операцию. Разница между длиной ног начала сокращаться, но вскоре возникли осложнения. Разница у нас была 8 сантиметров между длиной ног. И ставили специальные титановые имплантанты в коленку, чтобы останавливать рост ноги. И вот сейчас из-за того, что такое у нас заболевание, один имплантант сместился вверх. И с одной стороны у нас доросла кость. У нас немножко нога вот так вот выгнулась колесом. Сейчас нужно срочно сделать операцию по замене имплантантов в колени. В течение трёх месяцев мальчика готовы принять в Германии. Но нужно 11 тысяч евро. Сегодня Стёпа ходит в садик и вместе с остальными детьми готовится к утреннику. Уже написал письмо Деду Морозу. Я написал маленькую машинку Hot Wheels, брусовика, трансформера, динозаврика, акул и дракона. А что ещё? Самое главное, чтобы что? Было? Да? Полови. Чтобы ножка вылечилась, да? У Стёпы целая коллекция фигурок динозавров и драконов. Это его любимые игрушки. Мальчик говорит, они сильные и могут победить любого. Он ещё не понимает, что сам боец. И каждый харьковчанин может помочь Стёпе выстоять в схватке с болезнью, перечислив средства на банковский счёт мамы. Оксана Зинковская, Павел Кубраков, Медиагруппа, Объектив.